Учебно-опытное предприятие. Большое семеноводческое хозяйство с внушительным автопарком. Его состояние сегодня придирчиво оценивают сотрудники Гостехнадзора. Проверяют, насколько укомплектованы и исправны машины. У машин мы проверяем тормозную систему, ее исправность, рулевое управление, световую сигнализацию. Ну и внешний вид, резина, крепление, подтекание. Это естественно на каждой машине. Большая часть сельхозмашин предприятия отечественного производства. Кировцы, к примеру, собирают в Алтайском крае. Автопарк не без поддержки со стороны государства за последние годы удалось серьезно обновить. Так только в 2022 хозяйству выделили порядка 80 миллионов рублей. Часть средств пошла как раз на покупку новой техники. В чем плюс сделан, хорошие печки. Она с кондиционером вместе, заодно сделана тандемом. То есть бывает такая погода, осень и сна, когда еще и не холодно, не жарко. Берешь, включаешь печку, кондиционер немножко и дует, просто легкий воздух. То есть тебе и не жарко, и не холодно. В целом за прошлый год алтайские аграрии смогли закупить порядка 600 тракторов и 300 зерноуборочных комбайнов. Это немало, но автопарк отрасли нуждается в комплексном обновлении, подчеркнул губернатор. Он также добавил, что оперативно нужно решать и другие проблемы сельхозпроизводителей. По данным Минсельхоза Края, объемы прямой поддержки в этом году, по сравнению с прошлым, должны вырасти на 230 миллионов рублей. Елена Макаренко, День с толком.